Личным наблюдением хотела с вами поделиться. Я воспринимаю жизнь как большой эксперимент, поэтому у меня была такая прекрасная возможность сравнить. В первом браке у меня была ситуация, когда вот так сложились наши отношения, что я самостоятельно ребенка растила, но папа был очень включен финансово. То есть он так видел свою помощь. А во втором браке папа был максимально физически включен. И в этом смысле я, что называется, почувствую те разницы. И у меня относительно младшая дочь небольшого возраста, 4 года, и я бы хотела сказать, что я все-таки сейчас со временем наблюдаю, что это либо мода, либо социальные изменения. Все-таки пап с колясками или на детских площадках стало прям заметно больше. Или в детской поликлинике. Если раньше приходила, со старшей дочери 13 лет назад, это просто были мамы, 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 бабушки. Сейчас почти 50 на 50. И вот меня лично, поскольку наша тема называется «Мы беременны», вот эта перемена очень радует. Все-таки как-то папы принимают участие. Это очень позитивное изменение. Я бы добавила, что женщины стали иначе воспринимать. И стали иначе общаться с мужчинами. И мужчины стали иначе воспринимать. Понимаешь, да? Вот это вот такая, да. Потому что, когда я считаю, что я должна, я там лошадка, на мне нужно возить, я мужчине буду транслировать и озвучивать определенное видение материнства. Но если у него такое видение, я скажу, ну, любимый, я не знаю, вот, я не справляюсь, мне нужна поддержка, мне нужна помощь, мне хочется вот это. И, ой, спасибо большое, ты мне так помог, ты посидел там часок, я погулял. Или мне так ценно, что ты там ничего-нибудь, еще что-то. Я начинаю благодарить, я начинаю озвучивать свое желание. И мужчина, в его мозгу меняется это видение. Причем порой с ног на голову. Потому что, например, его мама говорит, нет, все сама, там тра-та-та, это не мужское дело, все бабское там чего-нибудь. И это изменение, они реально происходят, да, я согласна. Да, не знаю, Тоня, может быть, у тебя там дальше запланировано, но я сейчас просто пока вот тут пришла мысль. Ну, все, что ты перечисляла, все равно это как бы подразумевает, что те люди, которые решили иметь детей, это взрослые, осознанные люди. То есть это как... Да, это тоже будет, да, ты права. Вот, еще просто так вспомнилось, что важна еще социальная подготовленность. Потому что там же начинается оформление документов, там, может быть, бедня по инстанциям. И если женщина, которая в обычном своем состоянии, она очень активна в социумном взаимодействии, здесь она просто облегчается. И если папа в этом смысле ей в помощь, то это очень облегчает задачу. Важно, наверное, чтобы график рабочий у мужа все-таки был пересмотрен. Потому что то, что я зарабатываю... А вот там как раз был этот момент. Это было, да, я просто как бы для себя еще раз подытожила. Потому что то, что я добытчиком зарабатываю деньги, вот в этот момент не прокатывает. То есть все-таки физическое присутствие супер важно. Не знаю, может быть, ты дальше будешь об этом говорить. Секс после родов. Потому что ты говоришь... Да, тоже будем обсуждать. Это уже там high level, высокий уровень. Когда мужчина даже вовлечен в какие-то физиологические процессы с самой женщиной. Но у нас иногда вот уровень, как сказать, неинформированности, дилетантизм до такой степени, что типа мужчина просто смотрит на часы и говорит, а когда можно уже? Когда уже можно? То есть вот эти моменты. Ну и сложность передачи опыта из поколения в поколение, наверное, сейчас еще усилилась. В связи с тем, что слишком среда быстро меняется. То есть наши мамы в какой среде жили и мы. То есть может быть еще по этому какой-то дисконнект иногда возникает. А так вот спасибо. Интересно очень. Спасибо. Спасибо.